В Одесской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1262 случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Ренийской громаде, по официальным данным, заболели 1434 человека, из которых 86 – медработники. Как сообщил нам исполняющий обязанности главврача Олег Бурля, инфекционное отделение и реанимация Ренийской больницы переполнены. Матмитриевич, был такой период даже времени, когда приостанавливали работу инфекционного отделения. Расскажите, пожалуйста, сегодня какая ситуация по заболеваемости? В связи с ростом заболеваемости ковидом, в три недели у нас поступило 29 больных. Понимаете, в отделение поступают в основном больные тяжелые. И понятно, что тут просто профилактически мы не занимаемся лечением больных и так далее. Но мы лечим тяжелых больных, у которых падает сатурация. 29 человек, из них 17 уже пролечено, выписано. 4 человека в связи с плохим состоянием здоровья отправлены в Измаил. Одна женщина в реанимацию нашу, в Ренийскую. Ну, чем проявляется заболевание? Высокая температура, хашель, падение, насыщение крови кислородом, так называемая сатурация. Ну и общее состояние страдает. Тошнота, рвота, поносы бывают. Не у всех больных, но часть с поносами. Лечение у нас чисто превентивное. Мы делаем дезинтекционную терапию, назначаем антибактериальный препарат с целью предупреждения развития вторичной микрофлоры. Ну, все остальные по показаниям. Седативные, сосудистые, сердечные и так далее препараты. Вы наблюдали, как говорится, на передовой первую волну, да, и вот эта волна. Если сравнивать, протекает ли болезнь более тяжело или нет? Болезнь протекает более тяжело, потому что поражает. Вот в нашем случае в основном попадает лица старше 60 лет. Ну, бывает, крайне редко и молодые. Но в основном попадают люди и в отделение из сопутствующей патологии. Сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и другие болезни. Конечно, приходится лечить не только интоксикацию, но и сопутствующие заболевания. Я так думаю, что чем раньше человек обратится к медикам, тем больше шансов у него выздороветь. Вот какие симптомы должны насторожить человека, чтобы он бежал, как говорится, к своему врачу? Повышение температуры 38-39 градусов, кашель сухой, даже если кашель с выделением определенного количества слизистой, мокроты, трудно отделяемой, одышка при физической нагрузке – это самые главные признаки, к которым надо бежать уже к врачам. Но и даже в легкой форме, если у кого-то проявляется, все должны обращаться к врачам, потому что неизвестно, на какой период времени может наступить осложнение и падение сатурации, то есть насыщение кровью кислородом. Какой алгоритм действует к вам? К вам поступает больной? Что дальше происходит? К нам поступают больные в основном уже на первом этапе Центром первичной медико-санитарной помощи, обследованы. Должна быть рентгенограмма, должен быть ПЦР сделан, или хотя бы швидкий тест, если быстрый тест положительный, мы ложим без проблем. Остальные лечатся амбулаторно, потому что отделение не безразмерное, у нас 10 коек официальных, развернуто 12, вот на той неделе были полностью все забиты. Если даже будет такая ситуация, придется администрации района решать проблему с открытием запасных коек и привлечением дополнительного количества врачей и медработников для оказания помощи. Как быстро приходят ПЦР-анализы? ПЦР-анализы у нас отправляются три раза в неделю, вторник, четверг и воскресенье, и, как правило, на второй день вечера уже есть ответ. Как оснащено отделение, медперсонал средствами защиты? Средствами защиты мы на 100% обеспечены, для личной профилактики средства у нас есть, маски, костюмы, все у нас есть. Для оказания помощи больным у нас есть 7 точек кислорода чистого, мы уже пользовались несколько дней кислородом, и, кроме того, у нас 7 концентраторов кислорода. Для нашего количества больных полных хватает. Многие говорят о том, что измаильские базовые медучреждения, которые должны лечить от ковида, они переполнены. Соответствует ли эта информация? По информации руководства, заполнены полностью, освобождаются места, и у нас забирают больных. Я сказал, четырех мы отправили к ним. Это длится тяжелая, с низкой сатурацией, которые не поддаются лечению здесь, и мы боимся летального исхода. Какие рекомендации вы, как лечащий врач, можете дать населению, которое еще здорово, чтобы не попасть, не дай бог, к вам? Прежде всего, уважаемые господа, надо прививаться. Единственное, что может спасти от тяжелого случая заболевания ковидом, это прививка. Никакие другие медикаменты профилактической цели не помогают. Привитые болеют в легкой форме и практически не болеют. Но у нас сегодня очень малый процент привитых. Люди почему-то неохотно идут, чего-то боятся. Где-то кто-то рассказывает, что очень много осложнений. Я не видел еще ни одного больного, который бы пришел к нам с тяжелыми осложнениями постпрививочными. И не было у нас ни одного случая поступления больного, который был бы привит. Прививка спасает прежде всего. Карантинные ограничения, насколько они важны? Для того, чтобы не распространялась инфекция, должны быть определенные карантинные ограничения. Это посещение публичных всяких разных мероприятий. Там у нас идет процесс инфицирования людей. Похороны, поминания, нерождение, свадьбы и так далее. Также врач отметил, что необходимо соблюдать правила личной гигиены, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами и носить маски. Это не стопроцентная защита, но риск заболеть сокращается.